Дорнадо Энерджи! Учитывая сетап противника и учитывая наш союзный сетап, мы никаким образом не можем взять гору, потому что, во-первых, количество средних танков у команды противника, оно больше, во-вторых, есть достаточно жесткие бронированные тяжелые танки, которые, в принципе, могут и помочь на горе, и чуть что самим заехать на гору. Как вы видите, так все оно и происходит. Сразу же поставлю на паузу, горку занимают у нас три легких танка, в то же время у нас средние танки, допустим, вот Паттон, он как бы парень, наверное, не знаю, по гайдам Джова обучается, либо еще какого-то другого пододела, но он явно едет куда-то очень такую хорошую позицию. Вот, Т-54Е1, они достаточно медленные, не успевают к центру, 140-ой подъезжает, он помогает, но все равно, этого недостаточно, чтобы забрать горку от ТВПшки и батчата. Что я делаю в этом бою? Есть такая вот замечательная киберспортивная подсадочка на 9-ую нулевую линию, не так давно мы ее открыли, буквально полгода назад, и те, кто научился ее делать, могут, в принципе, вытворять то же самое, что и я буду делать в этом бою. Если вы не можете забрать гору, и вы понимаете, что вы не можете это объективно сделать, вы оценили сетап предварительно до начала боя, то занимайте эту подсадку. Ее можно занять на любом быстром танке, у которого скорость выше 60 км в час, то есть это любая АУТшка, это Леопард-1, это Гриль не заезжает, это ТВПшка может сюда заехать, сюда может заехать батчат. Соответственно, вы занимаете эту позицию, становитесь так вот, чтобы вас закрывали кроны деревьев, и можете отстреливать по любым противникам. Все достаточно просто и несложно. Единственное, что надо будет, это потренироваться, заезжать на эту подсадку, да, согласен, вы потратите на это много времени, и плюс еще ко всему в рандоме вы ее не потренете, то есть нужно будет кого-нибудь брать в тренировочную комнату и обучаться. Тем временем счет 2-5, и казалось бы, бой уже проигран, ну, у противника горка, что же можно сделать в этой ситуации? Ничего, просто стойте и пытайтесь разменивать своих союзников, которые будут планомерно сливаться. По-другому вы им просто не можете помочь. Это, ну, в этом бою нельзя ничего другого сделать, то есть вам нужно максимально эффективно разменивать ХП, там, здоровье своих союзников. То есть подставляется на горке какая-нибудь ТВПшка, какой-нибудь Т49, которую рентгенит, ИС-7, и мы ее сразу же начинаем убивать. Выходим на перезарядочку здесь, хоть у нас оставалась вроде бы последняя пулька, если я не ошибаюсь, но да ладно, в этом не суть. ИС-4 дохнет на центре, абсолютно непонятно, зачем он туда приехал, точно так же, как и ИС-7, если все равно центра занят, у врага есть 2 артиллерии. Еще раз поставлю на паузу и объясню этот самый момент, возможно, кто-то не понимает и думает, что центр горки, если вы его уже отдали, то его можно как-то задефить. Нет, центр горки вы уже по-другому никак не выпущете. Стоит по центру камня Е100 и есть 2 артиллерии, которые будут по-любому, вот, одна даже светилась вкидывать по ИС-4, вторая будет вкидывать по ИС-7, если она стоит где-нибудь на 1, 2, 3, 4 линии. То есть, ну, зачем они туда поехали, ну, непонятно, ну, наверное, неопытные игроки, всякое бывает, точнее, с кем не бывает. Но, на самом деле, я вот нагнал на этого пата на самом начало боя, но тут не все так просто, этот паттон, на самом деле, сделал одну маленькую вещь. Хотя она является, по факту, почти бесполезной, но он заагрил эту самую СТРВшку, в которую я дал 2 пули, и которая сейчас умрет. То есть, если бы осталась еще у них СТРВшка на базе, все было бы достаточно сложно. Здесь я выезжаю очень сильно агрессивно на горку, видите, как я очень долго стою на этой горке, то есть, если бы Маусхин и СТРВшка, ну, СТРВшка занята, ладно, артиллерия или какой-нибудь Е100 с центра, они бы успели среагировать на то, как я выехал, потому что я разряжал 3 снаряда, то есть, это, я 5 секунд находился за свете. Кто-то, опять же, может сказать, что 3 умножить на 2,75, это будет, сколько там, почти 8 секунд, но нет, это неправда, потому что я держал все под свете всего лишь 5,5 секунд. Выдувал 2 снаряда. Итого, они не среагировали, мне получилось забрать ИТ-49 и Батчата, то есть, почти горку, которая была безнадежно слита, мы задефили. Артиллерия, по мне, кадешится, но здесь достаточно большой вот холм, если приблизить, то есть, очень сложно артиллерии попасть за него. То есть, гора, которая, действительно, была почти безнадежно слита, давайте посчитаем танки, которые находились на горе. Это Батчат, это ТВПшка, это Т-49, Т-54 и АМХ-50Б. Они, из них остались только Т-54 облегченные и АМХ-50Б. АМХ-50Б, это вообще очень странный типуля, потому что ему вот прям захотелось бабаху очень сильно убить, он упал, и что он... Что это означает? Это означает, что он сдох. Потому что на базе его отстреляла ВТ-шка, тут филиграмные выстрелы, просто ВБР мне благоволил. Хоть и сводка была мизерная, но я попал два выстрела, в эту Т-54 облегченную. Это вообще умопомрачительно, как это залетают такие выстрелы, это нелегально, и вообще за это должны арестовывать и сразу же сажать в тюрьму. Но так получается, что одна позиция, заметьте, с одной позиции я задефил почти полностью всю гору, благодаря своей артиллерии, и дополнительно набил их 6 фрагов, то есть все танки, которые находились на горе, а именно это Т-49, Т-54, облегченная Батчат, Т-54Е1, ТВП, их убил один Батчат, который заехал вот на эту вот имбалансную подсадочку. Теперь замечаем такую ситуацию, вот М-53-55, мы знаем, что она проехала уже на воду, но на воду она не могла одна проехать, это слишком рискованно, потому что если на воду к тебе кто-нибудь приедет, то, соответственно, ты умрешь на своей артиллерии, соответственно, на воде будет еще один танк, и скорее всего это не БТ-шка, это АМХ-13-90. Иначе бы арта просто, ты же гипотетически туда не поехала, либо он просто безумец, либо с ним был какой-то союзник. Здесь я отстреливаю первый свой снаряд в АМХ-13-90, потом замечаю, что артиллерия появилась, даю мне один снаряд, и заметьте, я не забирал артиллерию, потому что у меня всего лишь осталось два снаряда, мне надо было убить АМХ-13-90, который в меня мог лить весь барабан, если бы я забрал артиллерию, потому что иначе я бы его не забрал. Но, и, то есть, сейчас решил приоритет цели. Я выбрал в приоритете АМХ-13-90, я его забрал, хоть и из-за фейлил там одну пульку, и это очень важно. ВД-шка мне помогла забрать артиллерию, и даже если бы она ее не забрала, артиллерия бы еще перезаряжалась, я бы зарядился раньше, чем она. Здесь я лечу очень быстро по первой-второй линии, дабы просветить артиллерию, или же заехать на А4, но, как я уже сказал, я случайно увидел артиллерию, дал по ней один выстрел, и не засветился. Да, и не засветился, на самом деле это очень удивительно, но, скорее всего, его триплексу, его точки обзора у 261-го помешал, помешал какое-то дерево. Здесь я сразу же ухожу на перезарядку. Давайте я объясню, почему. На самом деле, это важный аспект. Хотя у меня было четыре снаряда, я мог заехать сразу же в корму артиллерии, убить ее, и почему я сразу же начал перезаряжаться? Да потому что четыре снаряда, если я убью артиллерию, и меня начнет разбирать ВТ-шка, мне не хватит, чтобы убить Ваффентрагена. Я вижу, что поблизости нет ни одного союзника, и меня не засветили. Соответственно, ВТ-шка меня даже не будет целить. Я ее просто подсвечиваю для своей артиллерии, и тем самым, когда она проезжает определенные кусочки, я сам начинаю двигаться. Теперь у меня есть пять снарядов, и этого хватает на то, чтобы забрать, в принципе, ВТ-шку и артиллерию. Ну, если мне повезет с Альфой. Но, спойлерну, мне не повезет с Альфой, и все пять снарядов уйдут на ВТ-шку. Ну, конечно же, у меня вся же Альфа должна быть меньше 390. Хотя нет, вы видите, она 410 прошла. Здесь арта выезжает, но союзная ВТ-шка Сережка. Он мне помогает весь бой, и в итоге у меня из всех моих 30 снарядов остался всего лишь один. Здесь я сейчас уже в чатик буду калякать. Пожалуйста, союзники, дайте фраг. Ну, в традициях рандома его мне, конечно же, не дадут. Вот такой вот интересный бой. Меня даже узнали, но я уже не успел ничего написать, потому что бой закончился. Не знаю, для меня это действительно был очень интересный бой, и я считаю, что если бы не эта одна позиция на 9-й нулевой линии, мы бы его проиграли. Любая точка другая, куда бы я ни поехал, будь то вода, будь то гора, будь то 8-я, 9-я линия, мы бы проиграли этот бой почти 100%, потому что 6 танков на горе, те, которые могут стрелять в любую из точек карты, они сразу же начинают убивать всех твоих союзников. Одна позиция выиграла весь бой. Если вам понравился данный бой, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся в следующих видео, а именно в игре с головой. А потом еще в субботу. Видео записывается в лайф-режиме, так что не обессудьте там за какие-то каляканье-маляканье, потому что текст я заранее писать не могу, не хватает на это времени. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok